МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компании Гомель, гостудой и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Зручный маршрут, мобильный додаток, транспорт БЮВАЙ, поширый функционал и географию деяния. Каникулы с корыстью. На базе войсковой части почал работу профильный лагерь «Курсант ТЫ». У пошуках папараць кветки. У регионе отцветковали купалля. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Повышение якости обслугования пассажиров згодно с потребованиями сучасности. У регионе протягивают удосконаливать мобильный додаток транспорт КРОПКА БЮВАЙ. Некольки месяцев юндейничая у межах Гомеля. Зараз им могут скорыстаться и жихары буйных районных центров. Мобильный додаток бесплатный, распроцованный для операционной системы Android и доступный у Play Market. Праз месяц юн будзе пристосованный и для владельников смартфонов, які потребуют систему iOS. Транспорт БЮВАЙДА помогает в режиме онлайн отсучивать рух громадского транспорта, автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Система также предполагает сегодня разработки удобного маршрута по всей Гомельской области тоже. То есть пассажиры, скачав это приложение, могут проложить удобный маршрут не только по городу Гомель, по передвижению, а также по всей Гомельской области. Система А.ВФ покажет, задаст кратчайший, удобный для него вариант как в передвижении, так и передвижении именно в транспорте. Подобные программы деяничают и в инших областях краины. Однако мобильный додаток, распроцованный для ЖХРУ Гомельщины, мая значно больш функций. Например, можно отсучивать рух автобусов, оснащенных кондиционерами. Транспорт БЮВАЙДА вельми зручный для пассажиров с обмежеванными махчымастями. Продугледжена опция, якая дозволяя оперативно доведываться об наявности местов для инвалидных колясок и спецобсталевания в транспорте на потребном маршруте. Мобильный додаток будет удосконаливаться. Среди ближайших новоувядей неумокшимость с ягодопомогой оплачивать проезд. Экспресс-курс армейской подрыхтовки для подлетков. Сене стартовала восьмая змена военно-патриотичного лагера «Курсантты». 50 юнаков из разных районов в области на восемь дзен переехали у казармы войсковой части 55-25. На урочистом открытии змены побывала наша здымочная бригада. У 7.00 подъем, зарадка, наведение парадку, умывание и снятанок. И так кожную ранецу на протягу восьмидзен. Паспробовать армейское життя на густ довелося гэтым 50 юнакам. Им от 14 до 17 годов ямалю сиены состоять на розных видах профилактичного уліку. У кожного своя гистория. Однако паспробовать змянить їх лёст и як минимум перевести увагу от хулиганства до корыстной занятости. Одна з мета у лагера «Курсантты». Самое главное – это показать детям варианты полезной занятости. То есть мы столько много предлагаем различных вариантов досуга. И, возможно, вот кто-то на чём-то остановится, что-то выберет. Ну и в дальнейшем. Ведь они многого даже и не видели, и не слышали, и не знали. Программа лагера включает себе працовную деятельность, армейское навучание, спортивный и культурный отпочинок. Працу юнакам пропонуют на месте у войсковой части. Тут же с ними проведут занятки по строевой, огнявой и медицинской подрыхтовках. Покажутся зы рукопашного бою. Запланованы так само шматлики, спортивное спаборненьство и у тем лику военизованная эстафета. У культурной части программы – экскурсию в музеи, поездки в парк, майстер-классы от ровесников. По завершенні змены самые активные юнаки отримают у подарунок памятные сувениры. Это будут футболки с логотипом лагера. Темчасом на базе войсковой части 55-25 откроется чертовая змена уже іншого патриотичного лагера «Граница», який организует Управление адукацией у Гомельского облаканкана. На следующей неделе у нас будет на базе Лоевского района проводиться областной туристический слет. Это три дня – 17-19 июля. Кроме этого, после нас в войсковой части 55-25 будут работать также лагеря из города Гомеля они организуют. Ну и в августе у нас традиционно состоится на базе пограничного отряда в Лоевском районе также для 40 детей областной межведомственный лагерь «Патриот». Евгения Кухаруна, Кігар Марышченко, телерадо и компания «Гомель». Сегодня означается «День семьи, каханней верности» – свято присвечено памяти святых Петра и Феоронни Муромских. Гэтых святых ушановують в шмат яких краинах – у темлику Беларуси. Что тычется непосредственно Гомельской области, то зараз у Калинковича хеде будовництва храму благоверных Петра и Феоронни Муромских. До речи, зараз на Гомельщине проживаюць больше, як 1600 шмадетных семьев. Самые великие у Гомельским и Мазырским районах выховываюць по 10 детей. Что тычется мер державной патрымки, то зараз призначаюцца 11 видов допомог. При народжении двух и больших детей одночасово продоставляюцца послуги-няни. Летость такой макчимості у регионе скорысталіся звыж 330 семьев. За гэты шпире до мальча 3400 семьев, у яких выховываліся деці, во взросці до двох годів забезпечуваліся безплатным харчаванням. Спісок оказываемых допомог можна дополніть так само адресными выплатами і так званым сімейным капіталам. Отповідная программа у Беларусі реалізується с 2015 года. Для многодетних семей выделяються средства в размері 10 тисяч доларов США. Всего, начиная с 2015 года, местными исполнительными распорядительными органами вынесено более 10 тисяч таких решений. В этом году вынесено 606 таких решений. Есть у нас такая ежегодная поддержка многодетних семей – это выплата к учебному году. Ежегодно на эти средства выделяются бюджетные ассигнования. В этом году планируется, что такую помощь, начиная с августа месяца, получат более 30 тисяч детей по области. И такая статистика. Зараз у Гомельской области проживаються маль полторы тысячи жанчин, які узнагороджены орденом маті. Яго уручают за народження и выхование пяти и больше детей. При народженні девяти детей мати отримливают специальную пенсию за особливые заслухи перед Республикой Беларусь. В нашем регионе такая пенсия выплачивается больше, как 120 жанчинам. Усю семейным життям можно передолять и вытримать. Галуны, как было взаимное каханне. Так личить гамельчане Василь и Валентина Семеновы. Напередо Днепара означало золотое веселле. Прыхожая церемония с гэтой нагоды отбылась у Заксина в Абелецкаго района. Такий подарунок батькам зрабили сын и дачка золотых юбиляров. Символично, что мероприемство пройшло за день до святкованья Дня Святых Петра и Фяуронни, небесных заступников семьи. У церемонии регистрации 50-го дня суместного життя Семеновых удельничали окромя родных представники духовенства и областной организации Белорусского союза жанчин. Сюрпризом от дятей для золотых юбиляров стали заручальные перстенки, як символ нового и еще больше счастливого життя. Даречу, после регистрации 50-го дня дня веселля пройшла еще одна церемония. Первую семейную дату, год суместного життя, означала молодая семья внучки Василя и Валентины Семеновых. Для ЯЕ, як и для усіх семейных пар, у юбиляра у рецепт долгого семейного життя одночасово просты и складаны. Закалка во всех трудностях, которые приходилось по жизни идти. Мы послевоенные дети, поэтому терпение, труд и долголетие. Я тоже скажу, что терпение, уважение и умение уступать друг другу – это самое главное. У абитуриентов гарача пара. Ужове домы выники ЦТ. Дадзены по усіх прадметах, доступные на сайте Республиканского института контролю ведов. Абитуриенты, которые не смогли пройти тестирование у основного дня, таких больше за тысячу, сдают его у резервовое. Уже с 10-го липня сертификаты можно будет отримать на руки. Проймать документы в НУ начнут с 12-го липня, но не которым нужно будет еще пройти уступные внутренние выпробования. Такие экзамены стартуют с 18-го липня. У прихоживания летних свят у воусходних славян – купалля. И оно лечится одним из самых старожитных. Першопочатковая язычницкая урочистость была присвечена солнцу и розквиту земли. Его означали уперед летнего солнцестояния, коли расцветание природы досягая высшейшей кропки. И как отдать належную пашану, например, за добрый урожай, люди здесь сняли охвяроприношения и иншие обрадовые мероприемства, которые демонструют яднание с природой. Абтым, як означали купалля у Гомеля, сюжет Марины Джалой. Любинское озеро – место, где купалля традицины, означают вельми широко. С песнями, концертами, майстер-классами, конкурсами и апогеем, святоспальванием чучела ляльки Мары. Девчины могли поворожить на кветках и травах, сплести венки и зробить обереги. Хотя сегодня это свято означает не в таких масштабах, как раней, а ли чекает его с тем же нетерпением. Накупали заусюду присутничая особливая шарованная атмосфера. Я пришла, накупали, и вижу, все плетут венки. Это очень мне красиво, мне очень понравилось. И я тоже решила сплести венок и загадать желание, и бросить венок в озеро. Люди, ну, напеляют праздник чем-то мистическим. Ну, мне кажется, одиноки. Девушки, парни кидали венки в воду, хотели плести свою судьбу и хотя бы узнать, когда они придут. А что ты с этим венком будешь делать? Я его потом буду отпускать в речку. И что, будешь желание загадывать, когда отпускать? Да. А ты уже придумала? Да, уже придумала. Я загадала, чтобы у меня все было хорошо в жизни. У штуденной мови же хоров разных регионов Беларуси можно подшуть больше за 15 назвав этого свято. Наибольше расповсюдженные за их Купаля, Купалинка, Иван Купала, Ивана Удень, Иван Травник, Колосок, Ярылин День, Ярылин Гуляние, Свято Солнце и Каханя, Иван Ведьмацкий, Иван Колдунский. Об Купале и о его особенностях тем, кто пришел на Любинское озеро, рассказывали выкладчики 61-й школы Гомеля. Мы показываем, что мы гостеприимны и соблюдаем традиции, и продляем их, и проносим. Люди приходят посмотреть обязательно. Чем ближе к пику, как к апогеи, тем больше народу. И даже молодежь приходит самостоятельно посмотреть. И вот можете посмотреть, девушки, особенно подросткового возраста, они все свинками, чтобы потом, как по традиции, опустить венок в воду. Мне очень понравилось одеться в национальный костюм, пройти по красивым местам, улыбаться людям и показывать традиции. Свято у наших протков в первую шаргу было связано с культом Солнца. Слово «купала» означало горадшую, лютую, сердитую истоту, покольки минавиты так успеемали его старожитные люди. С распространением христианства до освяткования Купаля был примеркованный день народжения Иоанна Христителя. Сугуча слов «купала» и «купать» в ассоцияциях протков привело до смешивания. Назва урочистости у вынеку отрымалась Иван Купала. Заявление такой назвы отбилось на складе обрадов. Так свято стало разом с іншим подразумевать очищение водой и огнем, что суместило язычницкое поклонение Солнцу и процесс християнского хрешения забавязковым опусканием у воду. На свято Ивана Купала славяне проводили и проводят до этого часу множество обрадов. Самые вядомы и одночасово таймничы пошук папараць кветки, якая, у этой веры или наши протки, открывают человеку свыше здольности. Такие, например, як махчымость разуметь размову зверов и птушек, бачить русалок и надзирать, як у леса ходят древы. Але до всего іншого иснуя поверье, что владальник кветки здольный знайсти любой скарб. А кроме того, на Купалу принята варажить. Самые расповсюженные варажбаны Ивана Купалу с вянком собранным с полевых кветок и рослин. Так, коли вянок одразу потонет, значит, с каханом вы не будете, а либо яши горш, он вас подманет, а либо здрадить. Коли вянок одразу прибьется до берега, а либо расплететься в воде, значит, в этом году замуж вы не выйдете. А вот коли вянок поплывет далеко от берега, значит, быть веселем. Кульминацией свята стало спальвання чучела ляльки Мары, ті купальниці. Марина Джала, Валерий Гапанько, Телера, Деокампанія Гомель. Театр у житті кожного Гомельский областный драматичный театр обвестил конкурс для фотографов и фотоаматров, яго промерковали до святкованья в 80-ти годзе театра. Да в делу запрашаются усежадающего взрости от 16-ти годов. Тематика работ, театр у его разностайных проявлениях. Гэта могут быть фотографии актеров у спектаклях, або закулисные, неформальные фотографии, здымки на фоне будинка театра, у фойе, або глядельной зале. А до одного человека прымается до пяти работ. Их треба дослать по электронной поште, або на электронным носьбите поштой цепрамой доставкой в областный драматичный театр. Фото прымают до 31-го жнивня, переможцов вызначать до 30-го кастричника. Авторы левших фото отримают сертифікаты на бесплатный прогляд спектаклях в 81-м театральном сезоне. Левшие конкурсные работы представить на выставе и интернет-сайтах. Не спешайтеся хавать теплые одзения и просоны. На этом тыдне на дворье у Гомельской области будет дождливым и холодным. За уторка температура по ветру почне снижаться. У день чекается максимум 20 градусов. Прогнозуется моцный ветер порывами до 15 метров за секунду. У другой полови дня дождь. И до конца тыдня характер на дворье не изменится. Будет до 14 градусов у ночи и до 20 в день. По всей территории в области дожды с навальницами. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле задержан дилер «Оптовик» интернет-магазина по продаже психотропов. 24-летний гомельчанин находился в разработке оперативников наркоконтроля с конца мая этого года и, по имеющейся информации, возможно, был причастен к распространению крупных партий наркотиков. Предположения подтвердились. На съемной квартире задержанного правоохранители нашли опасное психотропное вещество альфа-ПВП, а также электронные весы со следами вещества белого цвета, фасовочные полимерные пакеты, изоленту. Дальнейшие оперативные мероприятия привели сотрудников милиции в лесной массив Речицкого района. Там они обнаружили мегазакладку, которую гомельчанин не успел забрать для дальнейшей реализации. По заключению экспертизы, внутри пакета также находился психотроп альфа-ПВП массой около 100 граммов. Кроме этого, изъяты различные закладки в различных районах областного центра, оставленные задержанным. Молодой человек, имеющий в прошлом судимость за незаконные операции с наркотиками, вновь подозревается в совершении преступления, связанного с синтетическими стимуляторами. У правоохранителя есть и основания полагать, что он работал оптовым и родничным курьером интернет-магазина по продаже наркотических веществ на территории Гомельской области. Возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейшее оперативное мероприятие по документированию и пресечению деятельности интернет-магазина по продаже психотропных веществ. Проводится дальнейшее оперативное мероприятие по документированию и пресечению деятельности интернет-магазина. В Гомеле на пожаре спасено два человека, еще трое были эвакуированы. Тревожное сообщение поступило накануне около пяти вечера. Горела квартира в доме на улице Чангарской дивизии. По прибытию к месту вызова спасателей из окон на первом этаже шел дым. В трехкомнатной квартире проживали два брата, злоупотребляющие спиртными напитками. При проведении разведки спасателями из горящей комнаты через окно были спасены двое мужчин 82-го и 88-го года рождения. Старший брат с диагнозом термические ожоги был госпитализирован в учреждении травоохранения Гомельская городская клиническая больница. Младший брат в медицинской помощи не нуждался. Также звеньями газодымозащитной службы были эвакуированы из квартир, расположенных на втором этаже, трое человек. Из них ребенок 2015 года рождения. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждено имущество в комнате закопчены стены в квартире. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Два человека погибло и пять травмировано в шести дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных за минувшую пятницу и выходные дни на территории Гомельской области. В субботу около пяти утра директор одного из фермерских хозяй Столинского района Брестской области не учел, что вблизи деревни Малишев на автодороге Житкович и Давид Городок проводятся ремонтные работы и, не справившись с управлением, съехал в левый по ходу движения «Кювет». Пристегнутый ремнем безопасности водитель не был и после опрокидывания микроавтобуса получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй смертельный случай произошел вблизи городского поселка Паричи Светлогорского района. Поздно вечером житель Калинковичского района, 1972 года рождения, возвращаясь на автомобиле домой, не заметил на дороге пешехода. Водитель автомобиля Мазда совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги, при этом не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Чрезвычайные происшествия в эти выходные были зарегистрированы не только на автомобильном транспорте. Очередной пешеход в наушниках не заметил приближающийся железнодорожный состав. 6 июля около 18.00 на перегоне и путь СОЖ грузовым поездом, следовавшим из круга в Савкостюковку, был сбит 34-летний мужчина. Со слов очевидцев, молодой человек переходил железнодорожные пути в районе остановочного пункта Кленки. Он был в наушниках и никак не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом. К счастью, после столкновения мужчина остался жив. С тяжелой черепно-мозговой травмой его доставили в областную больницу. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель увеличил свою безвыигрышную серию высшей лиги чемпионата Беларуси до 11 матчей. В 14-м туре зелено-белые на своем поле не смогли обыграть городею. Болельщики на трибунах центрального забитых голов в поединке не увидели. Ничья 0-0. Гомель не побеждает уже 11 матчей к ряду и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Мозырьская славя в 14-м туре потерпела поражение. Уступили мазыряне в Минске Ислачи. На финише первого тайма Денис Ковалевский переправил головой мяч в собственные ворота. Спустя 10 минут после старта второго тайма Ислач повела 2-0. Момо Янсане мощно пробила за пределы в штрафной. Один мяч отыграть мазырянам все же удалось. На третьей добавленной минуте Александр Ануфриев на ближней штанге замкнул прострел партнера по команде. Славя сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице. Лидирует Брестская Динамо. В первой лиге футбольного чемпионата страны сыгран 13-й тур. В Светлогорске сошлись два представителя нашего региона. Местный химик и гомельский локомотив. Победа осталась за железнодорожниками. 3-0. Реческий спутник разошелся миром с Лидой. 1-1 в турнирной таблице. Реческая дружина на 4-м месте. На строку выше располагается локомотив. Химик замыкает десятку сильнейших. Лидирует Смолевичи. В шведском Карлстаде завершились 11-е Балтийские юношеские игры. В состязаниях Пудзюдо спортсмены из Гомельской области выиграли две медали. Валерия Максименко победила в весовой категории до 48 килограммов. Елизавета Карабут стала второй в весе до 70 килограммов. Андрей Шимбалев остановился в шаге от пьедестала. Спортсмен занял 4-е место в категории до 73 килограммов. В Гомеле завершилась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по академической гребле. В соревнованиях участвовали более сотни юношей и девушек возрастом от 13 до 16 лет. По итогам турнира первое место заняла Гомельская издюшор профсоюзов. Серебряные медали достались команде Мозырьской издюшор номер 3. Бронзу завоевали представители Гомельской издюшор номер 6. По итогам соревнований будет сформирована команда области, которая отправится на республиканскую спартакиаду. Она пройдет в Заславле с 18 по 20 июля. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.